В этот раз будет немного нестандартный ролик, поскольку в нем мы будем пытаться понять то, как работает дунная и теневая сила. Подобный формат видео необходим для того, чтобы в последующих видео я мог ссылаться на свои предположения отсюда. Также это нам поможет лучше понять то, как работает мир в константе и, возможно, она столкнет на определенные новые предположения или теории. Стоит заметить, что это видео скорее одна большая теория или интерпретация, имеющаяся у нас информация о лунной и теневой силе. Стоит подметить, что сюжет тут мы затрагивать практически не будем, поскольку у нас немного другая задача. Начать, наверное, стоит с того, какие различия имеются у лунной и теневой силы. Самое очевидное это цвета. Теневые вещи используют в основном теплые цвета, а топлива ужаса или другие вещи из теней, как правило, полностью черные. Соответственно, у лунных вещей холодные цвета, а вещи из лунного света в основном полностью белые. Однако у них имеются куда более неочевидные различия. Так, теневые вещи или существа, как правило, стремятся всегда вниз, в то время как лунные вещи в основном стремятся наверх. Это можно проследить потому, что топлива ужаса всегда лежит на полу, в отличие от лунного света. Все теневые существа передвигаются по земле, в то время как лунные существа в основном летают. Это также можно заметить у статуи в Атриуме или в руинах во время кошмарного цикла, когда в них текут тени. Есть небесные трещины, где лунная сила идет вверх. Несмотря на это, среди существ имеются исключения. Так, у теневого слона или визга имеются крылья для перемещения по воздуху, а у грейзера внутри имеются осколки, которые, возможно, не позволяют ему взлететь. Это, кстати, может быть объяснено тем, что источником тени является портал в Атриуме, то есть внизу, а источником лунной силы является луна, которая находится наверху. Из других визуальных отличий можно также заметить то, что в основном у теневых существ кончики острые, а у лунные в основном тупые. Также можно заметить, что теневые вещи в основном можно найти в большей первоначальном состоянии, если это так можно назвать. В то время как лунные вещи встречаются в основном в виде каких-то твердых предметов, такие как лунные камни, лунные стекла, чистый блеск, просвещенный осколок или оболочка светлоцвета. В то время как у теней это дредстон или темная ткань. Это же можно проследить у мобов. В основном теневые существа состоят полностью из теней. В то время как большинство лунных существ являются трупами существ, захваченных лунной силой или мутантами. Несмотря на это, стоит подметить, что со стороны теней также есть существо, которое подвергается вмешательству теней, а именно древний страж. Стоит также вспомнить, что большинство лунных вещей повышает рассудок, а большинство теневых понижает. Я думаю, каждый из вас вспомнит собственные примеры. Что кстати можно связать с тем, что тени стремятся вниз, а лунные вещи наверх. Отсюда же можно сделать вывод, что тени делают рассудок существ слишком беспокойные, а лунные вещи наоборот слишком спокойными, потому большинство теневых вещей связаны с названиями кошмар или ужас, во время как лунные существа способны усыплять выживших. Судя по всему, у лунных и теневых сил не так много отличий, как правило они либо визуальные, либо у этих отличий есть исключение. Так что возможно нам стоит взглянуть на то, на что способны обе стороны. Перед этим стоит подметить, что лунная и теневая сила не способны сочетаться. Это наглядно видно, в том случае, если вы прокачаете ветку Вайноны одновременно в лунную и теневую сторону. В таком случае вы сможете сделать так, чтобы ваши катапульты могли иметь одновременно теневые и лунные снаряды. Однако в самих снарядах лунная и теневая сила не сочетаются. Это подтвердили сами разработчики на стриме, где сказали, что у снарядов подобный дизайн как раз из-за того, что лунная и теневая сила не способны сочетаться. Стоит начать с того, что фактически данные две силы идентичны по способностям. Больше скажу, судя по всему, обе силы являются безграничными. Это как минимум намекает в окстав. Большинство предметов, имеющие необъяснимые способности, как раз используют топливо ужаса или лунную силу для работы, чего стоят часы ванды и позволяющие ей перемещаться во времени. Однако, раз в обе силы безграничны, то почему выжившие не могут использовать топливо ужаса или лунный свет или любой другой источник сил их для любых своих целей. Судя по всему, использовать силу тену или силу луны для чего угодно способны либо те, кто ею управляет, либо те, кто из нее состоят. Это может объяснить примеру способности Чарли. Однако, чтобы силу могли использовать выжившие, им необходимы определенные предметы или скорее инструменты, позволяющие им использовать силу теней или луны в нужном им направлении. К примеру, подобными инструментами могут выступать самоцветы. Судя по цитате Вокстафа, фактически самоцветы мало что умеют. Они лишь помогают выжившим направить топливо ужаса в посохах в том направлении, в котором им нужно. Единственное исключение – это ледяной посох. Но это лишь говорит о том, что самоцветы также бывают определенной силой. Так, цитата Вокстафа явно говорит о том, что желтый самоцвет в посохе лишь помогает топливу ужасу создавать карликовую звезду. И об этом же говорит цитата Вокстафа на посох зеленого самоцвета. Он утверждает, что самоцвет – лишь проводник силы. Фактически, как раз зеленый самоцвет позволяет нам преобразовывать топливо ужаса в то, что деконструирует объекты. Однако, раз некоторые предметы из топлива ужаса необходимо подпитывать топливом ужаса, или они через какое-то время ломаются, выходит, что для того, чтобы использовать съеду топлива ужаса, необходимо потратить само топливо ужаса. Хотя у нас есть исключение в виде часов в ванной, которые как раз требуют топлива ужаса для их создания. Если перечислять способности обеих сторон, то можно вспомнить Создание жизни или каких-то материалов Мутирование живых существ или захват их тела или разум Проникновение в альтернативные миры, а также перемещение во времени, что, кстати, может объяснить несостыковку со временем поджога приюта для сирот из The Willow, а также поджога библиотеки Мисс Уикерботта. Если силы луны и теней, и правда практически безграничны, это может объяснить желание Максвелла скрыть факт существования теней и других людей, а также то, почему у древнего поселения практически не было лунной силы, а в качестве дара алтера имели в основном только лунные камни или другие предметы, созданные лунной силой. Это может объяснить, зачем они перешли от луны к теням. Видимо, они хотели иметь первоначальный вид силы, а потому решили не пытаться давать больше подношений алтеру, а открыли портал к теням и пытались использовать топливо ужаса. Но об этом скорее в следующий раз. Также, если тени и правда способны заканчиваться, то есть использование теней или лунной силы теряет сам источник силы, то это может объяснить то, почему Чарли так охотно пыталась открыть портал, или то, почему кошмарный свиноборотень был наказан за попытку забрать теневую силу себе. Обратите внимание на факт существования чистого ужаса, а также чистого сияния. Скорее всего, они называются так не просто так, чистым, и являются чем-то вроде оригинальным источником теней или луны. Это бы объяснило то, почему чистый ужас можно использовать вместо двух топливого ужаса для любого предмета, использующего теневую силу в качестве своей основы. А также может объяснить то, почему Чарли пытается открыть портал. Также стоит добавить, что, похоже, для работы силы теней и луны требуется либо трата, а уже сутка, либо их восстановление, в зависимости от использования силы. Следующая теория, скорее всего, может вам показаться либо бредовой, либо сильно притянутой за уши. Но мне кажется, она имеет место быть. В принципе, она мало на что влияет, и я пойму, если вам покажется теория слишком странной, возможно, вам даже не стоит воспринять её слишком серьёз. Дело в том, что у нас есть множество доказательств того, что обе стороны настолько сильны, что способны ломать четвёртую стену. У нас нет доказательств со стороны луны, но поскольку я ранее предположил, что обе силы имеют идентичные способности, то, скорее всего, лунная сила точно так же может ломать четвёртую стену. Сперва вспомним разнообразные головоломки из бета-версии Dawnstar. В них то и дело появляется сообщение от Максова. Сообщение можно встретить в головоломке с картиной, в головоломке со шкартулкой, где Максвелл оставлял сообщение о том, что игроки неправильно её расшифровали. А также в головоломке, забытой знанием, он обращается к игрокам, поздравляя тех с победой в ARG. При этом он сам говорит, что знает о разработчиков и выдаёт игрокам концепт-арты. Как будто Максвелл специально сливал информацию о будущих обновлениях при помощи загадок, чтобы этого якобы не заметили разработчики. После того, как Максвелл был сверху Мстона, он всё ещё имеет память о том, что находится в игре. Именно поэтому он единственный персонаж, который имеет цитаты, ломающие четвёртую стену. К примеру, при изучении Золотой Кирки, тот говорит, что тот факт, что золото сильнее кремния, это игровая условность. Также можно вспомнить, как в одной из частей головоломки Уильяма Картера нам устанавливается мод, в котором нам нужно было найти Кот Морзе. И этот самый мод был разработан Мистером Скидса. Так называется тот мелкий ужас, который просто наблюдает за игроком при низком рассудке. Возможно, даже тот, что в трейлерах можно было найти АРГ-подсказки о предыстории Максвелла, является чьей-то попыткой донести до игроков предысторию Максвелла в обход разработчиков. Но как будто данных доказательств мало. Теория имела бы смысл, если бы Чарли также могла бы ломать четвёртую стену. Однако Чарли делала больше. В коде игры цитат Максвелла в DS и DST, и в Айноне можно найти сообщение от Чарли. Так что фактически Чарли умеет проникать в код игры. Если честно, сами цитаты имеют мало интересной информации. Так, под цитатой Максвелла на собственную статую в DS и DST она говорит, что тот всегда имел большую гордыню. На цитату Максвелла на вычурный потайной вход она обещает, что скоро с ним встретится. На цитату Айноне в темноте Чарли говорит, что не хотела того, чтобы Айнона попадала в этот мир, и что это не было частью её плана. На цитату Айноне, когда та получает урон от Чарли, Чарли оставляет сообщение о том, что она не может этого не делать. Также Чарли реагирует на некоторые цитаты Айноне, в которых она упоминает сестру. Так можно найти цитату, где она говорит, что хочет поговорить наедине с Айноной. А также спрашивает, сколько прошло Айноне лет, с тех пор, как она сама пропала. Также почему-то реакцию Чарли можно было найти в цитатах Ворвуда на стату Максвелла. К сожалению, на данный момент цитаты Чарли нельзя найти в файла с игры. Их почистили вместе с реворком Вуди. Несмотря на это, у меня есть файлы цитата Макса Айнона и Ворвуда до того, как оттуда удалили цитату Чарли. Файлы цитат персонажей я оставил в своём телеграмме. Хотя эта теория мне кажется любопытной, всё же появляется множество вопросов о том, а почему бы Чарли тогда не продолжить ломать код игры и таким образом добиться того, что ей не нужно. Но зато это оправдывает некоторые странности в самой игре. В принципе, на этом всё. Большая недосказанность в разных аспектах Вора Дон Старт позволяет каждому интерпретировать те или иные вещи для себя по-своему. Я лишь искал собственное предположение о том, как это всё может работать. Напомню, что у меня есть свой телеграм-канал со сливами и дискорд-канал для общения. На этом всё. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok